Сегодня мы с вами должны успеть написать тест по третьей теме во второй половине пары. И сегодня у нас должны подойти ребята с психологического факультета провести исследования с вами, которые вам потом еще и дадут ответы на это исследование. То есть вы сможете поучаствовать в научных исследованиях. Поэтому нам все это нужно успеть, давайте с вами приступать. Итак, тема сегодняшней лекции – происхождение и развитие сознания человека. В процессе лекции мы с вами столкнемся с четырьмя вопросами. Вопросы огромные, вопросы большие, рассчитаны не на одну пару. Сегодня мы с вами разберем понятие о сознании. То есть до этого мы с вами разбирали понятие о психике и сравнивали психику с сознанием, сознание как высший этап развития психики. Сегодня мы с вами будем более подробно говорить о сознании, говорить о теории Алексея Николаевича Леонтьева, как это сознание возникло. Второй вопрос – культурно-историческая концепция развития психики человека Льва Семеновича Выгодского. Третий вопрос – развитие психики человека в онтогенезе. То есть мы будем разбирать по каким возрастным этапам происходит развитие психики. И четвертый вопрос – физиологические основы психики человека. То есть чем собственно объясняется то, что мы такие, какие мы есть. На слайде приведены сообщения, вы можете сделать презентацию вот первым данным темам. Если вдруг у вас желание такое появится, делать презентацию. Кажется мне, что понятие сознания мы с вами уже записывали. Давайте еще раз обратимся к тому, что под собой подразумевает термин «сознание». Итак, сознание – это высший уровень психического отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий только человеку как социальному существу. Что мы можем с вами увидеть в данном определении? Молодые люди, что вы можете увидеть в данном определении? Что такое сознание? Что у нас содержится в данном определении? Очень много. Итак, высший уровень психического отражения. Как отражение мы понимаем, подразумеваем, рассматривая сознание, вообще рассматривая психику, что живое существо каким-либо образом реагирует на окружающую действительность. Высший уровень психического отражения говорит о том, что это самый сложный вид реакции на окружающую действительность, который в мире на сегодняшний момент существует. Ну, по крайней мере, в нашей научной картине мира. Итак, высший уровень объективной реальности. И что подчеркивается в данном определении, присуще человеку только как социальному существу. Ну, и здесь мы возвращаемся к первой нашей эмоциональной теме, посвященной Борису Герасимовичу Анальеву, где он говорит, что сознание и личность у нас развиваются только в обществе себе подобных, в обществе таких же людей, как мы сами. Итак, что означает сознание человека, если мы пытаемся сравнивать сознание человека с тем, что напоминает сознание у высших животных? Ну, в данном случае для человека это непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, а для животного это психическая деятельность по формированию психических образов. В чем, собственно, отличие? Чем отличаются чувственные и умственные образы от психических образов? Чем психические образы менее сложны, чем они хуже? То есть психические образы и чувственные и умственные образы. По сути, они отличаются именно механизмом протекания этих образов, то есть то, как эти реакции происходят. Вот сегодня у нас аналогичная дискуссия была у факультета журналистики, то есть они ту же самую тему проходят, правда, вёл студент-магистр, и студенты-журналисты задают вполне резонный вопрос, почему очень многие высшие существа, высшие приматы, собаки, кошки, они обладают на их взгляд такой же психической деятельностью, как человек. Но в частности приводится вот такой факт. Собака, студентка приводит тот факт, который был из её жизни. То есть в семье произошло несчастье, она сидела, плакала, переживала по этому поводу. Собака подошла, села рядом и тоже начала плакать. То есть она не может это объяснить ни сегодня. Её никогда не дрессировали подходить и сочувствовать другому человеку. А как вы можете это объяснить? Можно это объяснить или нельзя объяснить? То есть копирует поведение хозяина. Хорошо. У меня просто немножко другой ответ. На самом деле очень многие люди, учёные, кандидаты, доктора биологических наук, зоопсихологи спорят по этому поводу. Многие факты объяснить нельзя. Их, по крайней мере, объяснить очень сложно. Ну, наверняка слышали, может быть, что многие насекомые — это сложно организованные в социальном плане животные. Как муравьи, так в частности пчёлы. То есть пчела, прилетая и сообщая своим сородичам о том, что она нашла источник цветов для мёда, она при этом совершает некие действия, по которым и остальные сородичи могут определить, где этот мёд находится. То есть какие действия совершает? Во-первых, она находится по отношению к направлению ветра и солнца в той стороне, где находится, собственно, вот этот источник мёда. Это раз. А во-вторых, скорость вращения пчелы показывает дальность расстояния, то есть расстояние до источника цветов и так далее, и так далее. То есть насколько сложное животное поведение, и чем его можно объяснить? Можно ли его объяснить методом проб и ошибок, как это делает Моцин? То есть когда он запускает крысу в лабирит, она бежит не туда, её наказывают только, бежит туда, её кормят. Крыса выучивает лабиринт. Каким образом все остальные пчелы догадались, что именно вот вращение, что с определённой скоростью показывает направление и так далее? То есть многие эти вопросы являются обсуждаемыми, ответа на них нет. Вот по этому поводу даже рассматривали мы небольшой видеоролик. Сейчас я его вам покажу, несколько видеофрагментов. Он как раз посвящён вот этому вопросу. Передача называется «Очевидная, невероятная». Передача как раз выступают люди, говорят о том, «Насколько сложное поведение у животных и что общего между поведением животных и человеком?» Можно свет угарить. Да, покойный день не копится. Посмотрите, насколько сложным в принципе актом поведения может научиться живое существо. Эти акты поведения можно в принципе спутать с высоким уровнем сознания даже в некоторых случаях. Добрый день. Наша сегодняшняя передача «Очевидно, невероятная» связана с проблемой о том, мы сегодня животные или нет, могут ли они нам что-то сказать, если могут, то что? В какой мере действительно животные думают и размышляют? Могут ли они нам что-то сказать? Какой роль может играть понимание их мыслительных способностей? Эволюционная история довольно близко. Послушайте, что между нами, высшими обезьянами, и собаками ничтожная разница. Геном практически. Вот это именно то, к чему я хотела бы обратиться в Могуску. Как Вы понимаете это дело, Зоя Александровна? Интересно, в чем я бы уже хотела слегка возразить, это в том, что разница между собаками и высшими приматами не очень велика. Вот здесь есть как раз при всем моем уважении и любви к собакам, приходится все-таки вспоминать, что это представители отряда хищных млекопитающих, обладающие великолепным набором когнитивных способностей, но они очень четко отличаются и по строению мозга, и, соответственно, по своим возможностям от приматов, даже от низших приматов. Это никак не умоляет достоинств и достижений, в частности, замечательного нашего собеседника, но факты... Вы понимаете, это самое удобное? Действительно, не обязательно. Когда мы говорим, сравниваем психические способности разных животных, мне всегда хочется нам с Татьяной Владимировной, как людям с биологическим образованием, все-таки помнить о разнице в развитии мозга, потому что все, что мы убедаем, идет все-таки от этого. Нет, я не сомневаюсь в этом. Я только поставлю их в один мир, но я бы стал бы восходящим. Мы будем говорить, положим, о собаках, о бывших арбезианах, и затем о нас с вами. Я бы, может быть, ответила на ваше вступление вот каким образом. Почему это, собственно говоря, так важно? Я бы сказала, что это имеет очень большую мировоззренческую ценность для нас, как для главного вида на этой планете, потому что от того, как мы представляем себе, что умеют другие биологические виды, зависит наше собственное положение на этой земле. Вопрос, который сразу приходит в голову, кто на свете всех умнее и насколько умнее. Это очень сложный вопрос, потому что что значит умнее? Самый главный вопрос надо решить. Вот мы тогда говорим, этот умнее, чем этот. Мы, собственно, что имеем в виду? Что он умеет считать лучше? Или что он приспосабливается в внешней среде лучше? Что это значит? У меня было потрясительное наблюдение в жизни некоторой. А вот сейчас обратите внимание, например. Я хотел бы здесь рассказать. Это было много лет назад, когда я подводно плавали. Мы исследовали на Дальнем Востоке, подводный мир. И на нашем кораблике мы были на Малухуистской гриде. Я вышел на палубу, и когда я обиделся, я видел, что наш корабль окружен небольшими цинями. И они высунули свои морды, абсолютно собачьи, умные морды, которые смотрели внимательно на наш корабль. Я не мог понять, чем дело, и спросил Бостону, что это они делают. А он говорит, они музыку слушают. По громкой связи играла какая-то музыка, что я не помню. Он вошел в рубку, вырубил эту музыку. Ну, собачки покрутили своей головой. Концерт окончен. Концерт окончен, и они ушли. Строю воздух включить обратно. А конечно, скоро появились вновь. И с такими же вниманиями, я говорю, поразительным вниманием, слушали вот эти звуки. Вот так. То есть чем вот можно эту творческую активность животных объяснить? По сути, не только человек, животные, они тоже на многие культурные знаки начинают реагировать. Ответить на этот вопрос, в принципе, не может никто. То есть вопрос, несмотря на то, что он, с одной стороны, кажется достаточно простым, с другой стороны, он остается, в принципе, неразрешимой загадкой. И ответить на него однозначно мы, к сожалению, не можем. Единственный вот факт, когда я задавал вопрос, каким образом собака начинает реагировать на человека, как она его начинает познавать. Вспомните, со сколькими людьми вы общаетесь в течение жизни? Сколько это человек? Вот со сколькими вы взаимодействуете? Ну вот вас сейчас примерно здесь более ста человек. То есть каждого из них вы, ну хотя бы несколько раз нам в лицо видели. И с ним вы взаимодействуете. Какое количество людей вы встречаете в транспорте? С каким количеством людей вы учились в школе? Сколько людей вы видите по телевизору и так далее, и так далее? То есть среда, которая является стимулирующей, развивающей для отдельного человека, она огромная. Теперь обратимся к среде той самой собачки, которая живет с нашей студенткой, которая плакала и которой собачка начинает сочувствовать. Что составляет ее социальное окружение? То есть с кем взаимодействует собака? В случае, если она гуляет, возможно, она видит еще других собак. Ну, может быть там 5-6 собак. Основную часть, большую часть времени она проводит в квартире вместе вот с нашей студенткой и с ее семьей. То есть единственное, что меняется в ее жизни, по большому счету, это поведение человека, который находится рядом. На любое поведение этого человека собака научается реагировать. То есть понять по тону голоса, по жестам, по резкости поведения, по тому, как она там вещи свои кладет, как она сумку разбирает. Понять то, в каком она настроении, как она себя чувствует, что она сейчас хочет. Будет она ее после этого кормить или не будет. Какое из поведения собаки в дальнейшем будет заслуживать похвалы. То есть если собака будет обвелять хвостом, радоваться и скакать, когда студентка чувствует себя плохо, когда она там в плохом настроении, вполне возможно, она ее не будет кормить и не будет там ее выгладить и так далее. А в случае, если она показывает вот эти вот паттерны сочувствующего поведения, тогда студентка ее будет поощрять. Таким образом, можно, наверное, все-таки сделать вывод, что во многом вот такое поведение сочувствующее у собаки или у кошки на высоком уровне развития, оно говорит прежде всего о высоком уровне понимания и высоком уровне реагирования, отражения поведения человека. То есть живое существо научается вести себя так, чтобы человеку понравилось. А если кот наоборот делали? Ну, с котами очень интересная закономерность. То есть, допустим, многие считают, что кошки, они вообще дрессировке не поддаются. Но если у кого-то дома есть домашние животные, там кошки, собаки, наверное, чувствовали, что с котом, ну, скажем так, договориться гораздо сложнее. Здесь, кстати, складывается, в основе этого лежит и особенность восприятия человека и человеческого голоса. То есть кот вот эти вот тона громко-тихо, он различает достаточно слабо. Он не воспринимает громкий крик как реакцию на себя. И поэтому дрессировать кошку с помощью отрицательного подкрепления очень сложно. Даже если что-то кот сделал плохое, вы на этого хата олете, то он, как правило, на вас смотрит с видом полного непонимания. Ну, знаете, как студент, когда его спрашивают на экзамене, о чем-то, что он не знает. И он с полной уверенностью говорит то, что он знает, причем это абсолютно никакого отношения к теме, к вопросу, который он уполнил не имеет. То есть вот такие же, собственно, глаза у кошки. И дрессировать кошку поэтому сложнее. Но у нас есть пример, допустим, замечательного дрессировщика Куклачева, который с кошками работает, и он многие секреты, опять же, раскрывает. Проблема кошки еще в том, что она отражает вот это вот подкрепление, закрепление поведения фактически мгновенно. Она не реагирует на подкрепление какое-то немножко дальше следующее. Ну, то есть вот, допустим, бихевиористы, я не знаю, приводил вам этот пример или нет, они говорят о том, что мы неправильно людей подкрепляем. Если человек сделал что-то хорошее, его нужно обязательно похвалить. Если мы не хвалим ребенка, то мы, соответственно, не получаем тех реакций, которые нам необходимы. В частности, необихевиористы говорят о том, что вот наиболее удачный пример – это профессиональные спортсмены. Вот он бежит по полю футболиста, забил гол, ему сразу все аплодируют. То есть любую его положительную реакцию начинает верно отражать. Его за нее поддерживают. У человека, который, допустим, решил стать, ну, громко скажу, профессиональным физиком, то есть он подкрепление когда получит? Он начал учиться хорошо в школе, начал изучать физику, получать пятерки. То есть он учит, получает пятерки, поступает в университет, заканчивает его, устраивается на работу. И вот когда же это подкрепление в конце концов придет? То есть регулярного подкрепления нет. То же самое происходит с кошками. Подкрепление нужно получать как можно раньше. То есть когда кошку подкрепляют мгновенно, тогда у нее все срабатывает. Проблема кошек, в отличие от собак, опять же, если кошка переключается на подкрепление пищевое, которое является базовым в дрессировке, то тогда оно, как правило, забывает о тех формах поведения, которые закрепляются. У собаки вот этот рефлекс остается. То есть собака сделала что-то хорошее, вы ее покормили. И в дрессировке еще один важный момент. Это имеет большое значение то количество подкреплений, которое вы даете. В книге вот как раз посвященной необихевиоризму, она называется «Не надо пилить опилки», можете почитать. Еще называется «Не ручите на собаку». Не стоит пилить опилки. То есть вот два разных варианта в зависимости от перевода. Можете почитать, там вот интересные факты приводятся. В частности, вот автора книги приводят в один из зоопарков с целью дрессировать каал. А каалу – это такие ленивые, прожорливые животные, у которых от пищевого инстинкта зависит очень много в жизни. И, соответственно, они легко должны поддаваться дрессировке. То есть животное, которое зависит от пищи, оно, как правило, легко дрессируется. А они жалуются, что у них как раз каалы дрессируются плохо. И когда она наблюдает за процессом дрессировки, выясняется, что каалу подкрепляют слишком хорошо. Когда каала сытая, а ее еще пытаются стимулировать на поведение, она начинает дразнить дрессировщика, она начинает бегать от него, играть. И в конце концов делает правильное поведение, а дрессировщик дает ей большую рыбу. Она забирает эту рыбу, собирается на дерево и там с удовольствием, с причмокиванием в течение 30-40 минут эту рыбу съедает. Вот проблема в дрессировке заключается в том, что животное должно быть мотивировано. Мотивированное в данном случае должно быть голодным. У него должен быть стимул что-то делать. Если вы хотите надрессировать кошку или собаку, нет смысла подкреплять пищей животное, которое сыто. Если оно сыто, оно не захочет просто вас слушать. Зачем ему это нужно, оно уже сытое. Момент второй, когда дрессируют. Знаете, если вы в аквапарках бывали, на различных конкурсах, где там дельфины, касатки, выпрыгивают очень высоко. То есть как можно научить дельфина вот это вот сделать? Если вы его будете подкреплять, он как правило ленивое животное, потому что оно разумное. Любое разумное существо, оно так или иначе ленивое. То есть дельфин на высоком уровне развития, дрессированный дельфин, он очень ленивый. То есть если он чувствует, что ему рыбу дадут за прыжок из воды, он не станет прыгать очень высоко. Зачем ему это надо, ему дают рыбу из-за низких прыжок. Поэтому дрессировщик подкрепляет только каждое пятое правильное действие. И когда дельфин прыгает выше, ему дают немножко больше. Дельфин, как умное, но ленивое существо, он понимает, что он лучше прыгнет один раз высоко, чем десять раз невысоко. И вот здесь очень правильно соблюдать норму. То есть дрессировать до тех пор, пока животное не насытилось. Когда животное сыто, оно повторять за вами не будет, и вот этот условный рефлекс будет сбиваться. То же самое, прямая параллель у необхивиалистов с поведением людей. Если мы стимулируем и даем человеку то, что ему в принципе не нужно, то мы у него поведение не закрепим. Если человек не хочет есть, а мы его подкрепляем едой, то ему это не надо. Если у человека завышенная самооценка, мы ему хвалим. Ему это тоже не надо. То есть необходимо понять, в чем состоит актуальная потребность человека, чтобы его потом, эту потребность через нее, на него влиять, манипулировать. Ну, по необхивиализму. С технической точки зрения, может, не совсем правильно, с точки зрения Скинера, оперантного научения, наверное, понятие об этике, это вопрос тридестепенный. Итак, что у нас отличает животного от человека? Отличает не наличие процесса формирования психических образов, а специфические механизмы протекания. Какие это механизмы мы с вами будем рассматривать в вопросе о культурно-исторической концепции Выгодского. Но сразу скажу, что прежде всего это знаковая система. Знаковая система это возможность что-то в реальном мире обозначать словом. Немножко позже нейролингвистическое программирование, более известное как НЛП, Гин, Гриндер, Пентнер, они раскроют понятие метамодель. То есть представьте себе, я произношу слово счастье, и вот тут перед каждым из вас проплывает некое количество образов, в котором и содержится вот это понятие для вас. То есть я произношу счастье, а вы там вспоминаете своего любимого человека или девушку, о том, как вас бабушка кормила, о том, как вы хорошо отпуск провели, ну или там съездили куда-то, вспоминаете компанию своих друзей, вспоминаете там состояние алкогольного обвинения, ну вариантов достаточно много. Но суть заключается в чем? Суть заключается в том, что для каждого человека слово счастье, оно сугубо индивидуально. Это то, как мы отражаем окружающий мир. Теперь, если я такой простой пример привожу со счастьем, а каждого это слово вкладывает свое собственное содержание, значит, любое слово, которое я произношу, по сути, для вас, это абсолютно разные слова, абсолютно разные сочетания, соответственно, с абсолютно разными умственными образами. Повторить этот образ, исследовать его фактически невозможно. То есть понять другого человека какими-то простыми интеллектуальными средствами, средствами когнитивной психологии, поняв, каким образом знания там скапливаются, каким образом у нас обработка знаний происходит, в чем заключается процессы мышления, стало быть, фактически невозможно. То есть мы можем написать психологию человека одного отдельного, но если мы начинаем изучать другого человека, то это будет абсолютно другая наука. И вот поиск этих общих закономерностей, это как раз одна из задач нейролингвистического программирования, потому что что означает НЛП? Нейро — это то, как происходят мозговые процессы, интеллектуальные процессы, лингвистическое, как это выражается в речи человека. И поэтому ведущее понятие метамодель — изучение той модели мышления, которая есть у человека, способность его выражать те мысли, которые в нем содержатся. Раз человек использует такую речь, значит, он обладает такими-то особенностями. И если у него есть нарушения метамоделей, такие как обобщение, искажение, упрощение, то это, опять же, его в какой-то степени их интересует. Но задача НЛП — это, наверное, не задача нашей лекции, поэтому мы немножко дальше с вами продолжим. Итак, чем у нас характеризуется сознание человека? Сознание человека характеризуется в своей основе двумя базовыми свойствами. Это свойство активности, это свойство интенциональности. Итак, что такое активность? Активность означает, что сознание носит не пассивный характер. Происходит дифференциация по степени значимости для субъекта психических образов. То есть в любой момент сознание человека активно пытается отражать реальность. Что значит активно отражать реальность? Если я пассивно отражаю реальность, я смотрю на вас, и для меня ни один из вас не является каким-то значимым объектом, я не могу на нем зафиксировать внимание. Я не оцениваю свое самочувствие, не оцениваю изменения, которые происходят в мире. Активность подразумевает активное вытепление в окружающем фоне, в окружающем поле какого-то стержня, какого-то объекта внимания. По большому счету, если мы представляем зрение человека, то выглядит оно следующим образом. То есть представьте себе мишень. Здесь, конечно, мишень представить сложно. То есть представьте себе вот такую мишень. Те, кто не видят, просто себе представляют мишень. Итак, мишень. Большой круг — это все, что вы видите в текущий момент. То есть абсолютно все. Вот этот вот кружок в центре — это то, на что обращено ваше внимание. То есть вот все остальное предстает для вас в виде некой размытости. Вы не можете на этом сфокусироваться. И вот это вот очень сложное наблюдение и очень сложные исследования вот с ним связаны. Те вещи, которые мы воспринимаем непосредственно, они воспринимаются нами гораздо лучше. То есть они воспринимаются четче, и на них не накладываются наши подсознательные моменты. То, что мы воспринимаем расплывчато в образе фона, это нам представляется, ну, если взять с точки зрения психоанализа, нашим подсознателям. То есть эти вещи, которые воспринимаются подсознательно и воспринимаются лучше. Кто-нибудь из вас играл в игру, которая называется, ну, я ее знаю как расческа. Когда человеку на руку кладут расческу, задача второго – схватить расческу, ударить его по руке. Ну вот такая простая игра. А задача того, у кого на руке расческа, когда ее схватили, ее отдернуть, тот человек промахивается, и после этого они меняются местами, теперь расческа у другого человека. Ну такая игра, которая помогает коротать время. То есть каким образом человек, как правило, в нее выигрывает? Вот такая вот особенность есть. Если у вас на руке лежит расческа, а вы смотрите на расческу, то скорость вашей реакции на дергивание руки, она значительно замедлена. И совсем нетрудно, когда вы смотрите на расческу, у вас ее схватить и ударить вас по руке. Но в случае, если вы смотрите в глаза человека, ну по сути неважно, куда вы смотрите, главное, чтобы вы смотрели не на расческу, а воспринимали расческу периферическим зрением, то скорость вашей реакции на дергивание руки будет гораздо выше. периферическое зрение работа в данном случае лучше я не знаю если у меня видеоролик поюшка нет есть очень интересный ролик исследования который получил много исследования в данном области получили нобелевскую премию я вам принесу на следующую лекцию потому что начал заинтриговал вас в этом плане исследование восприятия лица человека то есть человеку предлагается видеоряд с фотографиями и при этом он центрирует свое зрение не на лице а на крестики которые находятся между фотографиями фотографии людей быстро меняется если человек воспринимает лицо периферическим зрением то это лицо предстает перед ним в уродливом свете то есть он воспринимает их как уродцев при этом лица их абсолютно нормально то есть частая смена зрительного образа образа лица человека она предстает в уродливом свете если его воспринимать периферическое зрение а при правильном зрении то есть тот же самый ролик вы можете посмотреть ровно глядя на лицо человека которое изображено и она будет симпатичным нормальным неискажем случае если воспринимаете вы периферина то он воспринимается уродливым то есть вот такая вот особенность которая характеризует опять же активность следствие из активности сознания это его интенциональность а запишите себе интенсиональность означает что сознание всегда направлено на какой-то объект предмет или образ всегда направлено на какой-то объект предмет или образ то есть примитивно выражаясь мы не можем думать ни о чем мы всегда думаем о чем-либо и это очень нехорошо потому что мы в данном случае всегда ограничены своим собственным опытом вы не можете подумать о том чего нету то есть вы знаете как в сказке принеси то не знаю что стали туда не знаю куда вот то самое что нельзя выполнить потому что это невозможно по факту из-за наличия вот как раз интенсии то есть зависимости от конкретного объекта и образа любой акт мышления даже если вы там не во сне его испытывали допустим вы там легли и решили подумать ни о чем а в чистом виде мышления ни о чем оно представляется в восточной философии в виде медитации то есть когда человек не пытается на чем-то фиксироваться то не пробовал медитировать как раз вот такая известная популярная техника то есть каким образом это происходит что значит медитация она не может сказать вот помимо мышления ни о чем для чего это делается а то есть попытка расслабиться еще а то есть как происходит мышление ни о чем потому что мышление ни о чем это в конце концов еще и метод зигмунда фрейда был такой метод он называется метод свободных ассоциаций в чем он заключается сидит клиент скорее психоанализе лежит на кушетке клиент рядом с ним сидит психоаналитик и он пытается с помощью свободных методов свободных ассоциаций его исследовать давайте с вами этот небольшой эксперимент проведем у вас что-то происходило для этого вам нужно взять листочек который не будет вас отвлекать ни на что желательно перевернуть его и начать с чистого листа итак вы взяли листок чистого листа чистый листок взяли ручку которая хорошо пишет сейчас вы должны полностью расслабиться и так вы должны полностью расслабиться насколько это возможно в данном условии и так сейчас вам нужно написать на листочке 20 слов эти 20 слов будут отвечать на вопрос кто вы есть вот это первое 20 слов которые придут вам на ум это первое 20 слов это могут быть существительные это могут быть прилагательные в крайнем случае это могут быть словосочетания которые придут вам на ум я прошу больше уточняющих вопросов по поводу этих слов не задавать потому что это значительно влияет на то как выполняют ваши сокурсники а любые 20 слов которые приходят в голову когда вы думаете о себе о себе любимого у нас есть ты больше не вижу олег включают я не помню почему Олег я не помню почему Олег у меня это стихия тоже по себе задание как раз состоит что нужно написать 20 слов о себе не вообще 20 слов 20 слов о себе 20 слов о себе в психологическом тренинге есть такое интересное упражнение вот когда люди выполняют 20 слов методику после этого вот эти слова в произвольном порядке зачитываются все остальные должны угадать кто это то есть кто за этими словами стоит мы этого делать не будем ну давай 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 я написал давай 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 сейчас кашу значит живете этот иногда возникает проблема что человек не может написать многое себе? Вам нужно ее перебарить. Вы можете писать в любом порядке, как вам удобно, потому что обрабатывать потом тоже надо. То есть интенсиональность, фиксация на чем-либо, в данном случае фиксация на самом себе. Но при этом фиксация на самом себе, ведь невозможно, вы не автобиографию пишете, то есть вы там не пишете, что я какой-то, какой-то, аки, 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 аки и так далее. То есть вы должны себя выражать через что-то окружающее. И вот в данном случае интенсиональность выявляется в том, как вы себя выцетворяете с окружающим миром. Закончили, да? Нет. обработка теста творческая. То есть нет какого-то однозначного варианта и вряд ли вам два психолога проинтерпретируют его одинаково. Лучше всего может проинтерпретировать ваш листок с вашими словами только один человек. Это я. Шучу, это вы сами. Поэтому обрабатывать его будут тоже вы сами. Обратите внимание на то, что вы сами. Итак, первое, что вам нужно сделать, это выделить смысловые группы в тех словах, которые в вами записаны. Смысловые группы в словах, которые в вами записаны. То есть, во-первых, наверное, в эту группу попадут слова, которые вас характеризуют как часть объективного мира. Ну, то есть такие банальные слова, которые каждый начинает писать. И вот сейчас я начну их произносить, и многие люди начнут смущаться, потому что они не написали этих банальных слов. Там студент, мужчина, физик, человек. То есть, если вы не написали этих слов, как минимум, вы стыдите не банально, и вы пытаетесь рассматривать себя немножко сверх вашей социальной роли. Итак, вы выделяете те слова, которые описывают вас непосредственно как часть объективного мира. Потом, возможно, у вас возникнет группа слов, которые характеризуют вас положительно. И группа слов, которые, соответственно, характеризуют вас отрицательно, это большое значение имеет для я-концепции, то есть для выделения самого себя. То есть, если вы там про себя пишете, что хорошая, добрая, лапуля, и так далее, то это, видимо, те слова, которые вас характеризуют положительно. Возможно, есть слова, которые вас характеризуют отрицательно, но при этом с вами, ну, как вы думаете, не связаны. Ну, то есть, там, допустим, вы пишете жадность, прыщи. Теперь посмотрите на слова, которые характеризуют вашу связь с объектами окружающего мира, которые непосредственно с вами не связаны, они нейтральны. Ну, то есть, например, слово «чай». То есть, очень часто человек пытается себя через какие-то предметы окружающего мира выразить. Если бы тут картошка было, то есть, когда я расслабился, мне первое слово в голову пришло. Картошка, картошка, картошка. Кабачок. А какие еще слова у вас появились, с которыми вы сомневаетесь? Не одного. Олег, Олег, Олег. А если у вас появились абстрактные понятия, например, цифры, которые никак не связаны с вами, и не с той оценкой, которую вы хотите там получить, и не с той зарплатой, о которой вы мечтаете о будущем. То есть, число, которое просто вам пришло в голову. Попробуйте вот эти вот слова выделить немножко в отдельный какой-то столбик, потому что эти слова, они очень часто бывают крайне информативные. Вот. Сразу в данном случае вернусь к интерпретации Зигмунда Фрейда, которая в чем состоит из свободных ассоциаций. У меня слово Зигмунд есть. У вас есть слово Зигмунд? Да. Буквально вот 20 минут назад у нас принесли газету студенты-психологи, но которую они решили писать. То есть, студенческая газета, они решили назвать Лямбда. Ну и как бы так неблагозвучно звучит, Лямбда вроде как ничего такого особого не выражает. Они говорят, ну у нас было еще одно название, сублимация. Но мы решили от него отказаться. То есть, два слова лидировали. Итак, в чем состоит метод свободных ассоциаций? И можете его интерпретацию переложить на те слова, которые есть у вас. Ну, если знаете, немножко сталкивались, Зигмунд Фрейд говорил, что человеком движут два, собственно, стимула. Первое, это стремление размножаться, то есть желание секса. И второе, это желание убивать и совершать насилие над другими людьми. То есть, два базовых стрельбы. У Фрейда. То есть, у Фрейда все просто. Чтобы человек не с ним, им движет либо сенс, либо насилие. Но при этом, Сигмунд Фрейд смог объяснить многие вещи, такие как, например, Первая и Вторая мировая война. То есть, Фрейд говорит, что врожденное насилие, которое есть в человеке, оно заставляет его совершать жестокость. Но если посмотрите, допустим, на YouTube, что у нас пользуется одно из самых высоких, там, степней популярности. Сейчас мне выкрикивают абсолютно незнакомые слова, которые я ни разу не встречал на YouTube. То есть, большинство людей, которые посещают YouTube, ну, по статистике, они смотрят ролики, которые в своем, там, составе содержат насилие в той или иной форме. То есть, например, это аутоагрессия, когда человек вредит сам себе. Ну, то есть, классические такие случаи, я вот сейчас могу вам даже видеть в программе на газете. Это американский фильм, называется он «Культ глупости». Я вам покажу всего лишь один небольшой программин. Начало фильма. И вы поймете, что Фрейд, в принципе, он, может, не сильно и ошибался. У нас сам в отличие от шести людей уже превратилось в отупевших идиотов. Взять хотя бы телевидение, заваливаясь на диванте пультом, большинство не ждет каких-то просветительских программ. Ему нужны безбашенные шоу. Фильм «Придурки» он стал просто утверждением культа сверхглупости. Никто не поощряет нас по умнению. Быть умным не считается круто. Идиотизм привлекает к себе внимание. Зритель уже не принимает картинку, которой не хватает за глаза. Внимания хватает на три секунды, его постоянно нужно развлекать, щекотать сексуальными раздражителями. Да половина людей уже деградировала, к черту. Культ глупости. Ну, то есть основная идея фильма заключается в том, что люди, и их привлекают в основном глупые какие-то проявления других людей. Жестовость, насилие, где там люди падают, ломают себе руки, ноги, убиваются. Ну, что-то такое совершает, и это как бы всех остальных заболевает. Но вот это полностью иллюстрирует Зигмунда Фрейда. Потому что вот помимо секса и насилия, по большому счету привлечь чем-то зрителя, многие передачи, они как бы уже и потеряли надежду. То есть в основном ориентированы именно на этом. Согласны с этим или не согласны? Так вот, что происходит у Зигмунда Фрейда на сеансе по психоанализу. Сидит, лежит его клиент на кушетке, и он говорит, сегодня мне Зигмунд снилось то-то и то-то. То есть, допустим, он говорит, что ему там снилось, как он шел по улице и щепитает птички. И Зигмунд Фрейд начинает развивать эту мысль. А что для вас связано с птичками? Когда вы их слышали? И по мнению Зигмунда Фрейда, это всегда подтверждается на сеансах психоанализа, когда человек идет вот по этим ассоциациям, что для него вот это хождение по улице, что для него, эти птички и так далее, и так далее, рано или поздно, а как правило, это буквально две-три ассоциации, одна за другой, человек приходит к идее либо секса, либо насилия, либо убийства. Что в принципе то же самое, что и насилие. То есть два направления эра, сатанатос, продолжение рода и насилие над окружающим. Деструктивное проявление и проявление конструктивных. Больше ничего в человеке по Зигмунду Фрейду нет. Ну и соответственно, можете посмотреть на рекламу, которая нас окружает. Любая реклама, она так или иначе, ну, пропагандирует тему секса. То есть сексуальное раздражение. Если мы рекламируем машину, что мы должны показать? Вы должны показать женщине. Если мы рекламируем девушке, что-то, что мы должны показать? Машину. Мы должны показать ребенка. Потому что у женщины, по статистике рекламщиков, материнский инстинкт сильнее, чем инстинкт размножения. Поэтому лучше всего для мужской рекламы использовать образ женщины, для женской рекламы использовать образ ребенка. То есть вот эти вот два варианта, они вполне могут охватить мышление современного человека по мнению фрейдиста. Но насколько это правильно, неправильно, это другой вопрос. Но вот свойство интенциональности говорит о том, что мы постоянно пытаемся вот на этих двух предметах фиксироваться. Отметьте для себя, что вы там себе отметили, какие группы у вас есть. Ну, во-первых, что является негативным фактором, то есть на что нужно обратить внимание, если у вас такие слова попадаются. Во-первых, очень негативно считаются слова с отрицательным эмоциональным оттенком. То есть если вы пишете там «дозачарование», «беда», «провал», «суицид» и так далее, и так далее. То есть эти слова являются явно негативными в характеристике себя и говорят о том, что личность считает себя неблагополучной и воспринимает себя плохо. Если значительно превалируют положительные слова, то это тоже хорошо. Обратите внимание вообще на слова с эмоциональной окраской. Если слов с эмоциональной окраской, то слово, которое для вас имеет эмоциональное значение. То есть, допустим, если вы написали «красивое», ну, вы написали «красивое», 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 «красивое». А вот если вы написали «красивое», и вы про себя думаете, «мам, а я красивая». То есть это слово с эмоциональной окраской. Здесь интерпретацию можете дать только вы сами. Обратите на это внимание. Чем больше слов с эмоциональной окраской, тем с точки зрения фраидизма выше неудовлетворенная потребность в оценке окружающей. То есть если у вас много слов, которые связаны с оценкой, значит вы оценкой окружающих не удовлетворены, либо считаете, что эта оценка, ее мало просто в вашей жизни. Что вас не отмечают, вас не выделяют в окружающих. Обратите внимание на слова, которые вас описывают как часть объективного мира, типа там студент и так далее, и так далее. Чем больше таких слов, тем, как правило, больше внутренняя преграда. То есть мы себя своей социальной ролью олицетворяем для того, чтобы отгородиться от каких-то своих внутренних проблем. Чем человек больше описывает свои внутренние какие-то качества, тем лучше. При этом очень многие внутренние качества, они ведь тоже могут быть всего лишь барьером. То есть если там вы про себя пишете, я добрый. Ну что это такое, добрый? Добрый это вообще не характеристика человека. Но добрый, добрый. То есть вы можете написать, не написать, но это вас никак, как правило, не характеризует. То есть обратите на это внимание. Но и самое главное, общий строй, общая направленность эмоциональная. То есть насколько себя положительный или отрицательный человек воспринимает. Вот в этом уражается у нас интенсиональность. Ну что ж, давайте еще успеем, может мы с вами записать то свойство, которое у нас выходит из свойства активности, из свойства интенсиональности. Это способность к самонаблюдению, способность к рефлексии. Способность к самонаблюдению и рефлексии. То есть когда человек научился активно воспринимать какую-то часть окружающей действительности, когда он смог фиксироваться и на чем-то заострять свое внимание, он обратился сам к себе. То есть он попробовал себя выделить из окружающего мира, и это выражает способность к самонаблюдению. То есть первые два свойства, активность и интенсиональность, определили способность к рефлексии, к самонаблюдению. А раз появляется способность к рефлексии, то появляется и мотивационно-ценностный характер сознания. То есть когда мы смотрим вокруг себя, когда мы пытаемся понимать окружающий мир, то мы отталкиваемся, во-первых, от того, чего мы хотим в текущий момент. А человек всегда чего-то хочет, не обязательно того, что заложено Сигмутом Фрейдом, но все равно он чего-то хочет. И вот это вот желание, оно всегда в нем превалирует и выделяет то, на что он обращает свой взгляд. И ценностный характер обозначает, что мы привыкаем, что-то в нашей жизни для нас важно, что-то для нас не важно. Вот понятие ценности появляется с возможностью рефлексии. И вот эти вот четыре базовых свойства, активность, интенциональность, рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания определяют пятое базовое свойство, это свойство я-концепции. Свойство я-концепции или самосознания. Я-концепции или самосознания. Я предлагаю сейчас сделать пять минут, но только пять минут перерыв. Потом мы с вами пишем тест, потом придут наши студенты, и они с вами проведут анкету небольшую. Пять минут перерыв. Если есть вопросы по тестам, я их еще не проверю.